Был скачок в цене доллара, за которым последовала цена на металл, на низко качественный металл, который производится сейчас на тех предприятиях, которые давно уже работают у нас в Челябинской области. Соответственно, резко увеличилось количество производства этого металла и, соответственно, выбросов в атмосферу. А так как на старых предприятиях нет возможности модернизировать их сейчас, то есть нет для этого денег, то мы получаем увеличение производства и, соответственно, выбросов, но мы не получаем мониторинга, контроля и фильтрации этих выбросов. Ну да, это логично, потому что это, скорее всего, стоит отдельных денег для производителей. Сумасшедших денег, совершенно верно. Это конкретно деньги. День включенных фильтров до миллиарда рублей. До миллиарда рублей один день? Да. Это по всем заводам Челябинска или по какому-то одному? Это по одному даже. Это огромные деньги. Это огромные деньги. И когда на повестке встает сопротивление интересов, то есть мы хотим дышать, это значит, что мы не хотим этих выбросов. Кому-то нужны эти выбросы для того, чтобы производить продукт и экономить на его себестоимости. Больше зарабатывать. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ